Всем привет! Вы смотрите канал «Мошенники звонят по телефону». Наливайте чайку, кофейку, ближайшие несколько минут пройдут просто великолепно. Но перед началом разговора пиши комментарий, ставь лайк, подписывайся на канал и бей в колокол! Всё это нужно для того, дорогой мой друг, чтобы как можно больше людей увидели этот ролик и не попадались на мошенников. Здравствуйте! Здравствуйте! Ника, приятно с вами познакомиться. Меня зовут Арина Крылова. Я звоню ему, кстати, на вашей заявочке. Вы оставили у нас свои данные. Проект «Газпром». Проект «Газпром»? Ага. Я поняла. Хорошо. Успели с чем-то ознакомиться? Разобрались, как работает проект? Нет, пока ещё совсем не разобралась. Арина, да, вас зовут? Да. Ага, у меня дочка Арина тоже, представляете? Вот. Представляю. У меня только это. Я, знаете, что хотела попросить? А нельзя через полчасика переговорить? А то она только проснулась, я её сейчас бабушке отдам, а то я пока она тут не могу говорить, когда у меня на руках она. Хорошо, давай, я теперь полчасика вас наберу. Спасибо большое. Хорошо, Ника. Спасибо. Да, рада с вами познакомиться. И я тоже. Здравствуйте. А бабушка рядом с вами живёт где-то? Да, живёт рядом, приходит нам, навещает. Угу, я поняла. Ну, прекрасно. Это вы на вечернюю прогулку, я так понимаю. Да, на вечернюю прогулку. Угу. Угу, отлично. Я поняла. Ну, хорошо, давайте всегда разбираться сам. Давайте. Какой вы прошли к нам регистрацию? Почему оставили свои данные? Я рекламу увидела, вот, и заинтересовалась, что это за программа такая интересная. Угу. Программа... Хотела бы увеличить свой доход. Как раз очень нужно. Супер. На ребёнка. Давайте попробуем увеличить доход на ребёнка и на себя. Увеличим на себя, увеличим на ребёнка. Давайте. Хорошо. В целом, технические характеристики и так далее, платформа, всё, что вас заинтересовало, я вам объясню немножко попозже, как это всё работает. Договорились? В принципе, что вы знаете о Газпром? Я думаю, что вас привлекло конкретно то, что это огромная компания, которая дала такую возможность впервые за несколько лет. Ну, я когда жила в Москве раньше, вот, я видела это здание несколько раз, Газпрома, красивое, вот. Ну, и, а сейчас знаю, что построен Северный поток, Северный поток-2, ещё какие-то потоки есть, и что газ идёт за границу, очень дорогой он сейчас. Угу. Вы всё правильно говорите, правильно. Но, помимо этого, мы думаем о том, что Газпром занимается только тем, что продаёт газ за границу, разрабатывает новые проекты, правильно, занимается транспортировкой. Да. Да, самое важное, что он имеет, он имеет ещё множество дочерних предприятий. Одно из них – это Газпром Инвест. Угу. Газпром же сам не может заниматься тем, что он продаёт аксивы и акции, правильно, инвестициями конкретно в компанию. Ну, наверное, да. Это то, чем мы с вами занимаемся, правильно? Сам Газпром добывает газ, нефть и так далее, разрабатывает новые проекты и строит эти потоки, о которых вы говорили. Газпром Инвест занимается тем, что привлекает новых клиентов и за счёт них расширяется, правильно? Соответственно, растёт прибыль компании, на основании которой вам предоставляются ежемесячные дивидендные выплаты, понимаете? Ежемесячные, да? То есть каждый день, каждый месяц можно получать деньги, да? Конечно! Не можно, а нужно. И каждый месяц вы получаете эти деньги, понимаете? Вопрос в том, будете ли вы их ежемесячно тратить или не будете вы их ежемесячно тратить. Объясняю почему. Есть несколько форматов. Вы ежемесячно получаете дивиденды, процент от той суммы, которая находится на вашем торговом счету. Это означает, что вы просто получаете за год больше, чем положили, допустим, на свой торговый счёт первый раз, понимаете? В любом случае. Вот. А, это прямо окупится уже у меня, то, что я вот вложу за год это окупится? Конечно! Конечно! Я сейчас объясню вам, каким образом это окупится. Договорились? Да. У вас есть точно так же работа со специалистом и с аналитиком. Вот. При аналитическом центре компании «Газпром». Вы с ним разрабатываете пошаговый план действий и формируете… Один человек, да? Специалист, аналитик? Да. Ага. Да. Это могу быть и я. Я занимаюсь тем, что обучаю обычно своих клиентов, с которыми общаюсь, правильно? Это может быть другой специалист. В любом случае человек очень грамотный, и он давно работает с «Газпром». То есть вы с ним разрабатываете пошаговый план действий, для чего вы вообще, в принципе, сюда пришли. То есть вам, в нашем случае, с вами хочется зарабатывать больше, правильно? Да. А если вот, откровенно говоря, есть какие-то финансовые трудности, которые хотелось бы решить? Или мы будем как-то на цель какую-то определенную зарабатывать? Машину хочется купить. Угу. Прекрасно. Собственную или с мужем наравне? Собственную. Мужа нету. Пока что нету. Ну, может быть, пока что. Начнем пока с машины, потом, может, и муж. Присобачиться. Ну, 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 не нужно, чтобы он нам присобачился. Один уже, как бы, знаете, тот, которого нету, это, слава богу, что уже нету, как говорится. Ну да, тоже правильно. Вот. Ну, ничего страшного, Ника, вы женщина смелая, я слышу это по голосу. Мы сейчас с вами и на машину заработаем, и долги закроем. Есть такое? Или стесняетесь не просто сказать, что есть какие-то трудности? Да, нет, вроде финансовых нагрузок нету. Кредит выплачен, ипотеки нету. Прекрасно, Ника. Отлично. Вы уже присматривались, какой бы автомобиль себе хотели купить? Мазду, наверное, троечку. Троечку. Ну, прекрасно. А почему не шестерочку? Это шестерочка большеватая. Да, тут у нас такие дороги плохие. На шестерочке не въедешь никуда. Ага, я поняла. Ну, мы научимся с вами. Главное научиться чувствовать габариты, правильно? Ну, это да. Все постепенно. Это беленькая или красная Мазда? Я такую смотрела, вишневую. Вишневую, да, красивую. Мне тоже нравится очень. Да, но Мазда именно в красном цвете смотрится отлично, мне кажется. Как ты посмотришь, везде красная Мазда. Но хорошо. Скажите, пожалуйста, касательно дивидендов и того, что проценты вы получаете, понятно? Да, понятно, что каждый месяц оплачивается процент. Да. С аналитиком вы зарабатываете именно на продаже акций. Соответственно, вот вам захотелось продать там 10-20 акций, которые есть в вашем портфеле. Вы их продали по большей цене и на этом заработали. Именно с аналитиком у вас есть возможность ежемесячно зарабатывать до 40-45 тысяч рублей. Сколько бы вам хотелось зарабатывать? А это с какой суммой? Сколько надо вложить, чтобы вот 40 тысяч зарабатывать? А мы сейчас с вами разберемся, хорошо, и с суммами, и с тем, какие у вас есть варианты. В данный момент понимаем механику, хорошо? То есть очень важно, чтобы вы разобрались там, какая-то работа, а потом уже на конкретных примерах с вами обсудим. А вот если я акции продам, то я, значит, уже дивиденды не получу по ним, правильно? Получите чуть меньше. Если продам. Ну, если все продадите, не получите. Нет, это понятно. А вот, то есть я часть продам. Ну, зато я получу деньги за акции, да? Так, получается. Все, поняла. А вы с аналитиком сможете договориться, вот, спрашивать у специалиста, на что вы будете ориентироваться. Если вы хотите заработать больше, конечно, вы будете зарабатывать на продаже акций. То есть на этом можно заработать больше. Если вы хотите зарабатывать стабильно и постоянно, будете зарабатывать дивидендами. В любом случае, вы достигнете такой финансовой подушки безопасности, правильно? То есть это заставляет вас откладывать деньги на свою цель, правильно? Да. Вот. И таким образом вы сможете увеличить финансовую подушку безопасности, либо за счет денег, которые зарабатываете в компании, и не докладывать больше, либо за счет денег, которые вы можете самостоятельно доложить. Вот. И если вас, допустим, вы доложили на протяжении полутора лет, работаете с ГАШ-ром, а я заинтересована именно столько с вами работать, а может быть, даже и больше. Вот. Вы работаете, работаете. Достигла ваша финансовая подушка безопасности, там, полмиллиона рублей, 600 тысяч рублей. И вы понимаете, что в месяц вас устраивает процент доходности, который вам предоставляет дивидендами компания. Понимаете, о чем я или нет? Да, да, понимаю. Хорошо, супер. Смотрите. А продавать есть кому акции? Мне надо будет кого-то искать, чтобы их продать? Смотрите, тут в чем суть. Вам не нужно искать, где купить и как продать. Это все происходит, грубо говоря, на рынке. Где автоматом все продается. Оно продается как бы в рынке, в рынок и с рынка берется. Понимаете? Угу. Да. То есть в обычной продаже мы выщем, где купить и кому продать. Как попасть на этот рынок? Как попасть? Смотрите, у вас есть счет. Нужно его активировать, то есть инвестировать в определенную сумму. Дальше его верифицировать, чтобы вы понимали, что это вы работаете. Чтобы не юрецо, вы же физлицо, правильно? Да, физлицо. Вот, соответственно. После этого вы начинаете свою работу. Вас сопровождает аналитик, специалист, который на все ваши вопросы ответит. Угу. Я тоже могу на них ответить, но поймите. Он рассчитывает на ваш счет. То есть вы понимаете, как вы будете работать, потому что ваша основная цель – это покупка автомобиля. Ну да, пока. И у вас будет накопительный счет для того, чтобы вы смогли быстрее купить ее. Угу, угу. А где этот счет будет открыт? На блокчейн. Смотрите, на платформе «Газпром». Вы являетесь клиентом «Газпромбанк»? Нет. Нет, хорошо. Ну вы являетесь клиентом какого-то банка хотя бы, Сбербанка? Ну да, конечно, Сбербанк, «Авангард» у меня есть. Супер! А с какого банка вам было бы комфортно работать и получать на него прибыль? Ну я могу с «Авангарда», там вроде как-то полегче так. Сбербанк не очень люблю я. Полегче. Хорошо, я поняла, не любите. Угу. Смотрите, проблем никаких в этом нет. Здесь и будет ваш счет. Угу. Давайте так. Смотрите, разберемся с вами, все ли вам понятно, как это будет работать и так далее. Ну вот про дивиденды я поняла. А мы тоже будем выбирать ваш торговый счет. Про то, что купить акции и продать на рынке, это я тоже поняла. А что-то я хотела узнать. А, вот про «Газпром» это... Значит, мы с акциями будем работать, правильно, да? Конечно, вы работаете с акциями постоянно, то есть ничего другого. У вас есть только акции. А там еще какие-то потоки вроде упоминались, по-моему. Вот, так это же количество акций, к которым вы приступаете, оно зависит от потоков, с которым вы работаете. Вот. Вы работаете только с акциями компании «Газпром». Вы либо их продаете, либо зарабатываете дивиденды. Теперь касательно потоков и вариантов, которые у вас есть развиваться в компании. То есть их три. Для начала три. Это северное направление, оно имеет сейчас самую большую нагрузку, потому что количество клиентов, которые приходят к нам в новую компанию, они приходят именно потому, что северный поток-2 достроились. Это и люди, которые работают с «Газпром», у них определенные свои условия, правильно? Вот. Есть люди, которые приходят совершенно других сфер, они полностью заново обучаются снова. Есть турецкое направление, по которому сумма вложения 40 тысяч рублей. Соответственно, до 44% ежемесячных выплат. Здесь в основном большинство моих клиентов выбирает именно почему-то золотую серединку. То есть турецкое направление на 40 тысяч рублей, северное направление 20 тысяч рублей. И сила Сибири – это самое мощное направление, по нему сумма первоначального вложения 80 тысяч рублей, где вы зарабатываете 50% от суммы первоначального капитала. А в турецкий поток 40 тысяч, да, надо вложить? Да, да, да. А в северный 20? Да. Сумма отличается только тем, насколько быстро вы будете зарабатывать. А можно вложить сначала, например, в северный, а потом еще доложить в турецкий? Да. Ну вы же будете покупать акции, правильно? Аналитик вам для Саваэдан. Угу. Понятно. А это разные акции, да, у потока северного, у турецкого? Нет, нет. Это одни акции. Нет, не разные. Это одни акции. Компания же одна, как это могут быть разные акции? Не знаю. Думаю, может они подразделяются как-нибудь. Нет, вы просто определяете, что в данный момент вы инвестируете больше направления северного, да? То есть трубы, газопроводы, все строится именно на то, что люди инвестируют в северное направление, да? Потом вы захотели поменять свой счет, и вы доинвестировали деньги и говорите, сейчас я хочу увеличить свою сумму дивидендных доходности, да? Закупить чуть-чуть акций и зарабатывать больше дивидендами. То есть стабильно и меньше уделять этому времени. Угу. Понимаете? Понятно. А как вот компания «Газпром» узнает, какой поток я хочу, чтобы мои деньги вошли? Так вы же изначально заполняете анкетку, указываете, на каким направлением вы работаете. Аналитик, северное направление, сила Сибири и так далее. У вас же есть я, я всю информацию передаю дальше. Я ваш первый этап. Смотрите, все постепенно. Мы с вами определяемся, с каким направлением мы хотим работать. Потом я помогаю вам активировать ваш торговый счет. Вы проходите верификацию, подтверждаете, что вы владеете своим торговым счетом и банковской картой для вашей же безопасности. И общаетесь уже с аналитиком. Со специалистом он вообще все понимает, все знает. Понимаете? Угу. Здорово. Вот. Соответственно, в данный момент с каким направлением вы хотели бы поработать? А вы что посоветуете? Я своим клиентам в среднем, я же вам говорю, советую турецкий. Это такая золотая серединка между первоначальной суммой вложения на 40 тысяч рублей и тем, какие дивиденды вы получаете. То есть они, окупаемость примерно, да, только дивидендами, примерно 3-4 недели. Понимаете? То есть я 40 тысяч вложу, а когда я получу и сколько в первый раз денег? До 44%. Выплаты проходят ежемесячно со 2 по 5 число. Угу. То есть это я, получается, уже вот после Нового года, да, смогу получить? Да, допустим, если мы сегодня с вами активируем ваш торговый счет, когда компания подписывает определенный договор, да, в конце месяца, вот, в прошлом месяце было собрание по госам, и вот первые выплаты будут в декабре 5-го числа. Соответственно, 5-го числа, под той суммой, которая будет находиться уже на вашем торговом счету, вы заработаете свои первые дивиденды. Угу. Понимаете? То есть это почти 20 тысяч, да? Ну, там, сколько, 16, да, где-то? Да, практически. Практически в этом диапазоне, да. Может быть, чуть-чуть меньше. Но, тем не менее, это хорошие деньги для начала. Это очень большие, получается, проценты. Это хорошие проценты по турецкому направлению, с учетом того, что вы работаете с восточными странами, которые в данный момент активно очень развиваются. Поверьте, Газпром построил хорошие трубы, да, за границу, по которым мы можем транспортировать газ, на которых мы можем зарабатывать. Самое важное, это то, что мы с вами можем ориентироваться не на первоначальный заработок, а на ту сумму, которую мы можем и спокойно можем инвестировать, понимаете? Посмотреть на результат, потратить свои первые деньги. Я не позволю вам инвестировать больше до тех пор, я не позволю вам инвестировать больше, даже если у вас такая возможность есть, понимаете, Ника? Угу, угу, да. Пока не буду уверена в том, что вы полностью разбираетесь в этом, понимаете? Угу, угу. Там же как-то вот я слышала, северный поток, он по дну моря, да, идет? Как-то построили его. Ну, конечно, вам прям интересно, как поток проходит, да, под дну черного моря. Интересно, я просто как-то никогда же не сталкивалась с этим, вот, здорово. Да, они по-разному, именно поэтому инвестирование в поток, оно зависит именно от сложности пролагаемых труб, понимаете? То есть чем сложна географическая составляющая, тем тяжелее, в принципе, строится. Но для вас на прибыль это никаким образом не влияет. Если вы знаете, недавно был совершенно взрыв на одном из потоков, где старый газопровод давний, он взорвался. Да, соответственно, пришлось клиентам, которые инвестировали в это направление, подождать немножечко больше прибыли, они отстроили новый поток, и таким образом они даже на этом больше заработали, поверьте, потому что газа стало проходить больше, то есть трубы не пропускали ничего. И таким образом клиенты зарабатывают больше, потому что транспортировка увеличилась. Вот и все. Понятно, интересно, вы рассказываете. Поэтому, когда отстраиваются... Ника, хорошо, интереснее, это когда вы будете снимать свои деньги на заработанной ездить на своей Мазде. Вот это интересно, понимаете? По разбитым дорогам, не по разбитым дорогам, главное на своей Мазде. Ну да. Вот, хорошо, давайте тогда так. С каким счетом вам было бы комфортнее поработать? Ну вот вроде на турецком мы остановились. Это в Турцию, да, газ идет из России? Нет, не только в Турцию. Там разные восточные страны, я не буду вам перечислять, это очень много. Но в этом не имеет значения особого, хорошо? Хорошо, ладно. Северное направление 2, оно идет вообще в Британию. Совершенно недавно, то, что вы слышали по новостям, это в 2,5 раза поднятие цен на газ, и, соответственно, вырос в 2,5 раза газ. Вот, и таким образом вы зарабатываете немножечко больше. Ух ты. В данный момент компания газ... Газопровода. Ага, северный в Германию, а северный поток-2 в Британию, да? Да. Да, да. Ничего себе, здорово. Я не знала. Вот так живешь, живешь и не знаешь. Нет, вы много чего узнаете. Компания Газпрома, но не только Газпром, это и Газпромбанк, это и Газпроминвест, это и Сбербанк, который она недавно выкупила. То есть, чем больше масштабируется компания, тем больше зарабатываете вы, понимаете? Сбербанк выкупила? Конечно, на 60%. Ого, здорово. Какая, оказывается, компания-то мощная в России, да? Ну, очень. Одна из самых лидирующих по продажам газа и нефти. Хорошо, Ника. Смотрите, вы сказали, турецкое направление мы с вами обсуждали, правильно? Да, да, давайте. Это 40 тысяч рублей, правильно? Да. Первоначальное сумма вложения. Есть северное направление на 20 тысяч рублей. Чтобы вы для себя определили, какая у вас доступна сумма в данный момент. Ну, давайте турецкое, чтобы уж сразу через месяц побольше получить. Как раз после Нового года приятненько будет получить деньги. Хорошо. У вас в данный момент доступна сумма в размере 40 тысяч рублей? Да, да. Хорошо. А с каким банком вы хотели бы работать? У меня на авангарде вот лежат деньги. Хорошо. У вас WhatsApp по данному номеру телефона есть? WhatsApp? Так, да, есть. Угу. Хорошо. Я вас сейчас добавлю на WhatsApp. Это будет наш дополнительный канал для связи. Пока я вас добавляю на WhatsApp, вы можете позадавать мне еще вопросы. Кстати говоря, я так и не интересовалась, почему именно Мазда. А, да я не знаю. Просто мне они очень нравятся. Как-то так. У меня у друга была Мазда, вот мы все время на ней катались. Так, а там мне вот и запало в душу. Да ладно, будут когда деньги, можно будет там уже смотреть по машинам. Может и не Мазда. Были бы деньги, как говорится, были бы деньги, как говорится, а машины-то, вот сейчас их полно всяких красивеньких. Секундочку, Ника, подождите. У вас WhatsApp по этому номеру телефона, правильно? Да, да, да. Хорошо. Вы пока, я вас добавляю на WhatsApp, есть у вас какие-то ко мне вопросы, прежде чем активировать ваш торговый счет? Да, его вроде нет пока. Хорошо. Смотрите, давайте тогда объясню вам. Перед активацией вашего торгового счета, еще раз вам повторю, что вы будете работать со своей банковской картой, и, соответственно, будете проходить процедуру верификации подтверждения личности. Это очень важный момент безопасности. Я несколько раз останавливаюсь на нем, чтобы вы конкретно понимали, что доступ к вашим деньгам умеете только вы. Понимаете? Соответственно, нам с вами нужно определиться, каким способом мы будем активировать ваш торговый счет. Есть несколько вариантов. Первый – это когда вы активируете ваш торговый счет по реквизитам вашей банковской карты. Соответственно, вы заполняете анкетку, где указываете, по какому направлению вы работаете, имя, фамилия, отчество, номер телефона и так далее, и указываете реквизиты вашей банковской карты. Тут есть вопрос. Некоторые клиенты боятся указывать реквизиты вашей банковской карты, потому что очень редко совершают покупки в интернете, но им нужно указывать CVV-код. Как у вас с этим дела обстоят? Боитесь, не боитесь указывать? Ну, не очень люблю, честно скажу, не люблю указывать. Я поняла. Смотрите, на самом деле вы будете указывать CVV-код, когда будете выводить деньги на свою банковскую карту. Вот. Поэтому это очень простой способ активации торгового счета. Вам будет приходить подтверждение от банка и так далее. Вот. Но, если переживаете, мы можем непосредственно делать прямой перевод на ваш торговый счет в вашем онлайн-банкинге. Вот. У вас есть онлайн-банк «Авангард»? Да, есть. По реквизитам вашего торгового счета. Это означает, что финансовый отдел генерирует для вас временные реквизиты вашего торгового счета до тех пор, пока он не верифицирован. И вы пополняете его самостоятельно. Вот. Да, нормально. Какой вам вариант более комфортный? Вот второй более комфортный. А я забыла, где я счет-то открываю? Газпром. В Газпром-банке будет счет? Конечно, конечно. Вы будете делать перевод прямой, да, на ваш торговый счет. Хорошо. И все. Хорошо. Соответственно, смотрите. Сориентируйте мне, пожалуйста, у вас банковская карта. Мастер-карт, виза? Нет, виза. То есть международная карта. Угу. Хорошо. Смотрите, еще раз уточню, доступна ли у вас сумма на этой карте, чтобы не было никаких блокировок, либо вопросов от банка. Поймите, мы серьезная организация, и нам не нужны никакие проблемы с банками, хорошо? Угу, да, конечно. Мне тоже не нужны проблемы с банками. Так. Сейчас попробую найти вас на WhatsApp, никак не могу вас добавить. Нашла вас. Угу. Ника, а у вас Ника, это ваше полное имя, или вас Вероника зовут? Нет, прям так и записано, Ника. Впервые об этом слышу. Знаешь, что сокращенное Ника могут называть? Нет, просто Ника. Очень красивое имя. Хорошо, смотрите, Ника. Ой, у меня тут проблема возникла. Тут, вон, ребенок, бабушка с ребенком пришла, надо переодеть ребенка. Вот. Хорошо, сколько вам нужно на это времени? Минут 10. Хорошо, давайте тогда так. Через 10 минуточек перезваниваю вам. Да. Пока что подам запрос на финансовое дело для того, чтобы сгенерировали для вас ваши реквизиты. Отлично. Угу, хорошо. Хорошо. Если что, я могу быть с вами на линии, вы можете переодевать ребенка, а можете написать мне на WhatsApp. Я вас добавила. Добавили, да? Сейчас я посмотрю. Да, конечно. Так. Хорошо, смотрите, как вам удобно. Я могу побыть на линии? Мне сейчас ничего не пришло. А потому что у вас во время разговора со мной нету связи. А, да, точно. Вот. У вас мобильный интернет или Wi-Fi? У меня мобильный. Да, мобильный. Угу. Мобильный. Вот, смотрите. Поставьте меня пока что на беззвучный режим. Угу. Где-то положите меня и переодевайте ребенка, а я вас подожду, хорошо? Ладно, хорошо. Ставьте меня на беззвучный. Я вас жду. Я на линии. Хорошо. Алло, алло. Да, Аника. Еще я освободилась. Рада вас слышать. Угу. Ну что, переодели дочь? Да, да. У вас дочь или сын? Дочка Арина, я же говорила вам. А, да, дочь Арина. Я забыла, что вы запомнили именно так. Да, да. А почему Арина? Расскажите мне. У меня просто длинная история с моим именем. Да? Нет, у меня без истории. Просто, когда беременная ходила, я все подыскивала имя какое-нибудь. Вот. Вроде выберу одно сначала. Там Милана хотела, Лиза хотела, вот, Софья хотела. И как-то все, ну, чувствую, там, похожу с этой мыслью. Как-то все не так. А когда подумала, что вот Арина, сразу же так хорошо стало, так приятно, и все, я на этом имени уже остановилась. Да, вы знаете, что Арина, это производная имени Ирина, и, в принципе, означает тишина и покой. Вот. Вот так у меня, в принципе, и получилось. Я как придумала это имя, все, сразу у меня дочь там внутри так успокоилась. Да? Я поэтому уже и знала, что будет Арина, когда в больницу поехала. Здорово. Здорово. Это прекрасно. То есть вашей дочери это имя понравилось? Да, да, понравилось. А меня родители очень долго не могли назвать. То Юлей хотели назвать, то Олей, то Алиной. В итоге получилось вообще четвертое. Совершенно другое, и, по-моему, не подходящее к моему темпераменту, но бывает такое. Красивое имя очень. Мне нравится очень оно. Мне тоже очень нравится это имя. Вот я как узнала, что, в принципе, очень часто называют детей Арина, Ирина, мне очень понравилось. Ну и раньше, знаете, была мода такая. У меня было особенное имя, такого не было ни у кого. Ну да. Только у меня по темпераменту тоже доча такая. Это вообще огонь просто. Это как несколько мальчиков вместе взятых. Вот. На тишину и покой вообще никак пока не подходит. Это просто. На тишину и покой точно никак не подходит. Хорошо, смотрите, Ника, пока вы занимались ребеночком, я для вас генерировала реквизиты через финансовый отдел по вашему торговому счету. Давайте так. У вас во время разговора со мной не работает интернет-связь, поэтому я буду вам звонить на WhatsApp для того, чтобы было удобнее. Хорошо? И мы с вами в дальнейшем я вас буду сопровождать и разберусь с вами. Договорились? Я сейчас, знаете что? Я сейчас подключу Wi-Fi. Вот. Ну попробуйте подключить Wi-Fi. Давайте так. Потому что у меня с WhatsApp звонки очень плохо. У меня вообще практически не получается разговаривать по WhatsApp. А, хорошо. Подключайте Wi-Fi. Угу, сейчас попробую. У меня тут еще старенький телефончик, я с него раздаю Wi-Fi. Бывают моменты, когда деньги на карте кончаются, на этой носимке. Так, сейчас попробую. Вот вроде получается. Раздавайте Wi-Fi. Все, написано подключено. Вот, пришло сообщение. Отлично. Отправьте мне какой-то либо символ. Смайлик, либо привет напишите мне. Угу. Так, вот. Отправила. Хорошо. Хорошо. Смотрите, у вас подключился интернет во время разговора со мной. Ставьте мне на громкую связь и заходите в онлайн-банк, в ангард. Угу. Мы будем с вами с авангард заработать, правильно? Угу. Так, зашла. Хорошо. Посмотрите сначала, доступна ли вам сумма, о которой вы мне говорите. Да, доступно. Хорошо. Часто совершаете подобные переводы, там, допустим, 20 тысяч рублей, 10 тысяч рублей? Если не часто, мы все равно будем с вами делать оплату, ну, платежи, да, двумя платежами, то есть не будем одним делать. Для вашей же безопасности, договорились? Да. Хорошо. Хорошо. Соответственно, смотрите. Мы будем совершать активацию вашего торгового счета по реквизитам, которые сгенерировал для вас финансовый отдел. Соответственно, нажимайте на эту карту и нажимайте платежи и переводы. Угу. А сгенерировал это как? Это что значит? Ну, реквизиты вашего торгового счета просто сгенерировал. То есть обычно в счете 23 цифры, а он для вашего удобства сделал 16. Угу. Ну, именно вашего счета. То есть банковские карты на Мираже тоже не повторяются, правильно? Ну, да, конечно, конечно, да. Вот. То есть он также у вас свой счет. Нажимайте платежи и переводы. Угу. Нажала. Смотрите. Есть у вас там такая функция, как перевести? Перевести нажимайте. И что вы видите? Читайте. Клиенту банка Авангард между своими другому человеку. Другому человеку в другой банк. Есть в другой банк? Ну, просто другому человеку. Хорошо. Нажимайте тогда другому человеку. Угу. Вот. Теперь уже появилось. Другой банк или в Авангард. Другой банк. Нажимайте. Выбирайте, что там показывает. Тут по номеру телефона, по номеру карты, по номеру счета. Хорошо. Выбирайте номер карты. Угу. Что показывает? Ну, все, писать надо. Пишите реквизиты вашего счета. Я потом вам продублирую еще раз на WhatsApp. 48, 90. Угу. 49, 47. Угу. 56, 29. 56, 29. 73, 70. 73, 70, да? Угу. Так, 48, 48, 90. 49, 47. 56, 29. 73, 70. Верно. Угу. Далее нажимайте. Угу. Пишите сумму перевода. 19, 500. Там будет маленькая комиссия, чтобы мы с вами учитывали ее. Хорошо? Угу. Да. Смотрите, вам будет звонить банк для подтверждения платежа. Угу. Хорошо? Обязательно отвечайте сразу банку. Договорились? Угу. Он будет вам задавать вопросы. Вам нужно четко ответить «да», «да», «да». Договорились? Это что в смысле «да», «да», «да». Ну, они будут спрашивать у вас, вы ли совершаете платеж? Вы говорите «да». Знаете, куда вы совершаете платеж? «да», 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 «да». Понимаете, я называю это правилом «трех «да». Угу. А будут спрашивать, ну, если уточнять, будут? Просто говорите, что совершаете интернет-покупку, им так проще понять, чем объяснять им зачем и куда вы что делаете. Что, что, покупку делаю? Да, просто говорите, что совершая интернет-покупку, обычно она описывается именно так, по платежам. Вот. А не просто у вас будут задавать вопросы. Получилось? Вот, я сейчас делаю, вписываю сумму. Угу. Угу. Сейчас придет смс-очка, может быть, от банка. Ника? Да, пока ничего, крутится. Крутится. Кружочек крутится. Смотрите, отлично, крутится кружочек, может прийти смс-очка от банка. Подтверждаете платеж таким образом? Да, да. Вот. Пока смс-очка нет. Угу. Так. Крутится? Крутится, да. Секунду. Секунду. Смотрите, если долго не будет переходить код, нужно будет самостоятельно звонить на банк. Номер банка у вас с обратной стороны. Да, кстати, да, вот у авангарда это всегда мне приходится самой звонить. Что-то я забыла уже даже об этом, не подумала, давно не переводила. Хорошо, отлично, что он вам пишет? До сих пор крутится кружочек? Угу. До сих пор крутится кружочек. Угу. Хорошо, смотрите. Если у вас... А вот, написано, операция приостановлена, просим связаться с банком. Все, звоните в банк. Угу. Сейчас. Да. С обратной стороны банк. А вы мне перезвоните, да? Да, да, перезвоню через две минутки. Все, хорошо. Угу, давайте. Я, давай, покупаю. Все правильно. Это перевод. То есть, это конвертация идет через Киви-банк, чтобы маленькая комиссия была. Это банк-посредник. Он переводит его, а потом сумма отображается именно на вашем счете для того, чтобы создать Газпром-банк. Все нормально. Еще раз. Все правильно. Я не поняла. Я перевожу в Киви-банк. Это банк-посредник. Да, это банк-посредник. Это банк-посредник. Смотрите, вы не переводите в Киви-банк. Вы переводите через Киви-банк. И у банка, у вашего, отображается как Киви. То есть, это платеж переходит. Вот. Я сейчас просто с оператором банка говорила. Вот. Я ей, значит, сказала, что я вот в Газпром-банк. Но она говорит, вы знаете, куда вы делаете перевод? Я говорю, да, знаю, в Газпром-банк. Она говорит, нет, это не Газпром-банк. Это карта. Смотрите, вы делали перевод не в Газпром? Да. Да. На реквизиты счета. Все правильно. Это карта. Она сказала Киви-банка, а не Газпром-банка. Правильно. Смотрите, вы пополняли ваш торговый счет, правильно? По реквизитам, генерированным. Для того, чтобы создать для вас счет в Газпром-банк, нужно, чтобы Бру-банк-посредник. Вот в нашем случае это Киви-банк. А зачем? Это реквизиты вашего торгового счета. Самая маленькая комиссия. Комиссия на что? По той причине, смотрите, ваш торговый счет открывается в долларах. Правильно? Я не знаю, вы не говорили, что в долларах. Ну, как не говорила, смотрите, говорила. Так. Почему? Потому что ваш торговый счет открывается в долларах. Соответственно, мы будем совершать конвертацию с рубля в доллар. Угу. Поэтому у вас будет посредник. Да. А сразу я не могу перевезти на Газпром-банк. Ну, его же счета в Газпром-банк нет. Ну, так его надо открыть. Я же его открываю сейчас, я так понимаю. Вы же сказали, что он открывается в Газпром-банке. Зачем Киви-то тут? Киви-то банк-посредник. Мы не работаем конкретно с Газпром-банком. Газпром не работает с Газпром-банком напрямую? Нет. Нет, смотрите. Газпром-банк – это отдельная система. Газпром-банк не добывает газ и нефть. Нет. Газпром-банк – это просто обычный банк. Угу. Да. Который просто занимается чем? Выдаёт кредиты. Угу. Открывает депозиты. Угу. Правильно? Ну да. Совершенно верно. В нашем случае, смотрите, вы просто очень хорошая девушка. Но Киви-банк тоже… И я хочу, чтобы вы не переплачивали комиссию. Киви же тоже не добывает газ. Нет, конечно. Но мы используем Киви по той причине, это является тот банк, который не требует комиссию. Как это у меня? Вот и всё. Он потребовал комиссию. Ну, самую маленькую. Ну, я бы не сказала, что маленькая. Вы хотите переплатить три тысячи? Нет, три тысячи не хочу переплатить. Я не хочу, например. Нет, я тоже не хочу. Я лучше заплачу триста рублей банку. Ну да. Нежели три тысячи. Угу. Согласны? Да. Ну. Слушайте, а вы когда-то доллары на рубли вообще меняли? Ну, конечно, меняла. Вот. Смотрите, вы когда приходили в обменник? Угу. Там сидели такая тётенька. Угу. Вы сдавали ей доллары. Да. Так? Да, да. Она вам давала рубли? Давала. Угу. Правильно? Правильно. И эта тётенька, она является посредником. Угу. Вот в вашем случае, при этом в обмене. Угу. Здесь то же самое. Угу. В нашем случае посредником этим является Киви-банк. Угу. А как они потом из Киви попадут на Газпром-банк счёт? Что-что? А как потом деньги из Киви карты попадут на счёт Газпром-банка? Они не будут в Газпром-банке. А где они будут? Они будут на вашем торговом счёте. В Газпром-банке. Который закрепляется в вашем личном кабинете. Ну, в Газпром-банке. Я вам этот личный кабинет покажу. Угу. Хорошо, смотрите. А кому карта принадлежит? Вот это вот 48,90. Ещё раз. Карта кому принадлежит 48,90? Ну, вот начальник. Это ваш? По среднему, да, смотрите. А кто он? Смотрите. Хорошо, ладно. Я сейчас вам всё объясню. Не переживайте. А вы мне очень нравитесь, Ника. Вы задаёте вопросы. Да? Это очень хорошо. Значит, это вам интересно. Я просто, да, пока не могу цепочку эту понять. А то, знаете, сейчас такая мода. Угу. Такая молодёжь приходит сейчас. Вообще вопросов не задаёт. Угу. А сразу пуляют деньги. Мне это настораживают. Да? Сразу. Да, они просто такие умные все. Угу. И безумные. Ну, понятно. Хорошо, смотрите. Давайте я вам объясню. Угу. Вашему торговому счёту генерируются персональные данные. Угу. В виде счёта. Угу. Они используются однажды, только один раз. Угу. При активации вашего торгового счёта. Угу. То есть, они же и в дальнейшем эти реквизиты будут подвязаны к вашему торговому счёту. Понятно. Вот это киви-карта? Да, да, всё верно. Это как бы моя киви-карта, да? Конечно. По той причине, что они подвязаны к вашему торговому счёту. Угу. Понятно. Они генерируются финансовым департаментом. То есть, я и потом буду тоже, да, вот на этот же, вот на эту карту переводить. Ну, там, потом деньги, следующие. Ну, вот вторую. Или же, либо так, либо вам предоставят другие варианты. Угу. Вам тогда уже аналитик всё объяснит. Угу. Ясно. Хорошо? Да, то есть, я могу сейчас позвонить в Киви-банк, и мне скажут, что эта карта моя, да? Смотрите. Можете, конечно. Угу. Вы главное, смотрите, вы только время потратите. Главное, знаете что? Вы активируете ваш торговый счёт по реквизитам вашей банковской карты, допустим, да? Угу. И непосредственно пополняете ваш торговый счёт. В дальнейшем вы можете выводить свои деньги именно на дебетовую карту, которую вы указываете, вот, допустим, вашего авангард-банка. Угу. Вот и всё. Да, как вывести-то это, ладно. Мне вот главное завести же их правильно, чтобы они туда попали, куда надо, а не куда-нибудь. Так они куда нужно проводить. Угу. Смотрите. Если вы вводите, то правильно? Угу. Я тогда, я поняла. Я говорю, в Киви-банк тогда сейчас позвоню. Вы, если вы вводите всё правильно, то всё пройдёт. Угу. Вы мне тогда перезвоните через пару минут? Я сейчас в Киви-банк позвоню тогда, узнаю по поводу. Хорошо. Ну что, Ника, секундочку. Я сейчас, подождите, переключу вас на финансовый отдел. Помните, я вам говорила, что у нас грамотные люди работают? Они всё вам объясняют. Хорошо. Это будет ваш специалист. Секундочку, подождите. Угу. Алло. Да. Здравствуйте, Ника. Здравствуйте. Я представлюсь. Меня зовут Ольга Морозова. Я являюсь специалистом финансового департамента. Лично я генерировала для вас персональные данные для активации вашего торгового счёта. Я так понимаю, вы остановились на этом моменте, верно? Да. Я просто сначала подумала, что я перевожу деньги сразу в Газпромбанк. Вот. Мне когда пришло звонок из банка, ну, надо было позвонить, операцию приостановили. Вот. Меня спросили, вы знаете, куда вы деньги переводите? Я сказала, что да, в Газпромбанк. Вот. А они сказали, что это совсем не Газпромбанк, а карта Кивибанка. Вот. Совершенно верно. У Арины и спрашивала сейчас, ну, почему. Я подумала, что просто она ошиблась, ну, не тот номер мне дала. Нет, 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 нет. Давайте я вам изначально всё объясню. Во-первых, так как вы прошли регистрацию по проекту «Газпромбанк»? Совершенно верно. За вами закрепляются определённые условия. То есть это аналитик, это человек финансового департамента, ну и, соответственно, ваш персональный менеджер, который помогает вам активировать ваш торговый счёт, то есть Арина. Смотрите, когда вы проходили момент активации вашего торгового счёта, вы мне напомните, вы со Сбербанка это делали, правильно? Нет, с авангарда. А, с авангарда. Всё, хорошо. Соответственно, когда вы проводили эту операцию, в целях же вашей же безопасности банк обязан бы вам позвонить. Это даже не обговаривается, потому что вы проходите все этапы безопасности. Первый этап безопасности – это приходит СМС, технология 3D Secure, и второй этап – это когда вам звонит человек для того, чтобы подтвердить, что вы действительно осуществляете данный перевод, правильно? Ну да, только в авангарде у меня там не СМС-ки приходят, а там вот скрэйч-карта, которая, ну, стираешь там код один за другим и вводишь его. Я думаю, вы знаете, что это за скрэйч-карта. Ну, на самом деле нет. Нет, я, видимо, не всё в этой жизни знаю. Я просто чаще всего работаю конкретно со Сбербанком, Тинькофф-банком, а с авангардом не так часто. О, это ваш маленький инвестор? Да, это маленький будущий инвестор. Будущий, это очень хорошо. Смотрите, я вам объясню. На самом деле вы переводите ваши средства через банк-посредник на ваш торговый счёт напрямую. Ваш торговый счёт скрывается не в Газпром-банке, потому что Газпром-банк, он не относится к самому Газпрому. Это отдельная система. Газпром занимается чем? Он добывает газ и нефть, правильно? Да. Да. Соответственно, банк занимается чем? Он занимается тем, что отдаёт кредиты, раздаёт кредиты, вернее, оформляет депозиты в банках, открывает страховками занимается. Но Газпром-банк не занимается тем, чтобы открывать конкретно брокерские счета. Этим занимается уже наша компания конкретно. Понятно? Ну, да. Вы можете даже сейчас позвонить в Газпром-банк, и они вам скажут, что мы не занимаемся тем, чтобы открывать брокерские счета. Это делают брокеры. Вот как они вам скажут. Потому что, честно сказать, их уже, наверное, утомили всеми этими вопросами по поводу брокерских счетов. Ну, конечно же, они как специалисты не смогут вам этого сказать, и не обязаны вам будут это объяснить. Угу. Соответственно, сейчас вы проводили активацию через посредника. Соответственно, по той причине, что я и наши, ну, я не хочу, чтобы вы переплачивали процент. Я это объяснила Арине, поэтому мы бы с ней посоветовались и приняли такое решение, что, наверное, вам не будет выгодным переплачивать процент в размере трех тысяч рублей. Ну, это дико, согласна? Это если бы я что делала? Мне пришлось бы столько платить. Это если бы я... Это если бы вы совершали активацию вашего торгового счета напрямую, не через посредника. Вы бы переплатили очень много денег, порядком до трех тысяч. А это куда бы я должна тогда была без посредника деньги переводить? Это бы тогда вы уже переводили прям напрямую на свой счет. А мой счет где? Не в Газпромбанке? Нет, он у вас на платформе Метатрейдер 5. Это платформа, которая является общедоступна. На ней торгуют такие большие крупные организации и банки, как Тинькофф Банк, ВТБ Банк, ну и, соответственно, другие банки также. А счет может прямо на платформе разве существовать? Он же должен быть в какой-то... Ну, я так думаю, что он открывается в компании, через компанию в каком-то банке. У меня такие представления были. Вы ранее, я так понимаю, уже работали конкретно с инвестированием? Нет. Это просто то, что я просто не знаю. А откуда у вас такие представления? Я не знаю, из роликов, наверное. Я вам объясню. Смотрите, у вас открывается это в таком случае, если вы, например, это делаете через банк. Да, ваш счет открывается в банке. Например, возьмем Тинькофф, да? Ваш счет открывается в банке. Да, я вот это и видела у Тинькоффа как раз. Я вам объясню. Вы правильно говорите, все верно. Вы правильно говорите. Вы открываете именно свой счет брокерский в банке, и тогда банк уже вам этот счет выводит на платформу. То же самое. Но за счет того, что вы работаете через банк, банк берет с вас комиссию. И огромную комиссию. Поэтому очень много моих клиентов лично, я лично не работаю с банками больше отныне. По той причине, что это невыгодно. Брокерские счета там иметь. Угу, понятно. Во-первых, не предоставляется нужной информации полноценно. Там не предоставляются аналитики. Что очень неудобно. Нет обучения, которое должно быть, и нет сопровождения. Ну, понятно. Ну, и также плюс к этому еще, что является тоже не очень выгодным, там процент большой они берут за свои услуги. Здесь вы конкретно работаете сразу же с платформой. Вам открывается доступ к этой платформе напрямую. Оттуда вы будете видеть и открывать полностью все позиции, которые вам нужно будет. Покупка акций тоже будет именно там. Я так понимаю, вы хотели дивидендами заниматься? То есть купить и получать дивиденды, да? Ну да, мне вот Арина сказала, что если я сейчас 40 тысяч вложу, то после Нового года, после праздников я уже 40 процентов смогу получить прибыль от этой суммы. А вы знали о том, что сейчас вот за счет того, что вы инвестируете такую сумму, плюс к этому в четвертом квартале этого месяца получается плюс-минус, а этот месяц следующий и февраль у вас есть возможность заработать очень хорошие деньги. Потому что вышел отчет за этот месяц, благодаря тому, что Северный поток 2 запустился, что является очень хорошей новостью, вы слышали, наверное, об этом, то вы должны понимать, что сейчас вот в этом плюс-минус квартале будет именно уже запуск, будет направлен газ на Европу, Германию. Ой, а мы же решили в Турецкий поток инвестировать, а не в Северный поток. Ну, вы инвестируете в Турецкий, совершенно верно, но вы можете в дальнейшем вот то, что вы заработаете определенную сумму, да, 40 тысяч оставить на Турецком потоке, а то, что вы заработали, вы можете переквалифицировать уже в Северный. В Северном потоке там не нужна большая сумма. Ну да, мне Арина говорила, что там 20, по-моему, надо. Да, совершенно верно. То есть вы можете сделать, так сказать, переквалификацию ваших средств. То есть часть определенную оставить на одном потоке, другую часть вы можете оставить уже в другом потоке. И тогда ваш заработок будет увеличиваться и становиться все больше и больше и больше. Ясно. Так, ну а чего тут с Киви-то мы уже от темы отошли? Вот мне Арина сказала, что это как бы один раз используются вот эти вот реквизиты. Может быть, и потом я буду на них вторую часть. Мы же только сейчас одну часть переводим. Вот 19 500, вот, из 40 тысяч. То есть надо будет еще один потом перевод делать. И она сказала, что это вот моя Киви-карта. Ну, на мое имя. Я, смотрите, я для вас персонально генерировала эти данные, подвязывала к вашему торговому счету, для того, чтобы вы могли осуществить прямой перевод на ваш баланс. Я поняла. Соответственно, для того, чтобы вы не переплачивали большую комиссию, а только маленькую, там, 300 рублей, ну, я считаю, что это небольшая комиссия, это вообще вот, ну, чуть-чуть. С учетом того, что вам будет предоставляться бонус, правильно, за который вам говорила Арина, то это будет перекрываться комиссия ваша. Какой бонус? Ну, я вот вижу по системе, за вами закреплен бонус. Нет, я не говорила, нет. На 50 процентов. Мне нет, не говорила? Нет, не говорила. Ну, значит, я вам говорю, за вами закреплен бонус на 50 процентов от компании. Угу, здорово. По промокоду. Угу. Вы, я так понимаю, в рекламе его не видели, да? Нет, нет. Ой, вы серьезно, Ника? Угу. Вы не до конца досмотрели видеоролик? Нет, не досмотрела. Я быстрее... Подписывать имя, фамилию, там, номер, почту, номер телефона, я не досмотрела. Вот по той причине, вот по той причине, моя хорошая, из-за того, что вы не досматриваете видеоролик до конца, очень часто клиенты упускают возможность получить бонус от компании. Угу. Угу. На 50 процентов у вас закреплен бонус. Поэтому возьмите сейчас, пожалуйста, листочек и ручку. Угу. Мы запишем с вами этот промокод. Давайте. Я записываю. Есть, да? Да. Хорошо. Теперь будьте внимательны, я сейчас вам диктую. Угу. Пишите. А английская большая. Угу. П, английская большая. Какая? П. П. Т? Тимофей? Нет. П. Пётр. А, Пётр. Угу. Угу. Тринадцать. Угу. Б, английская большая. П, Борис. Угу. Угу. Далее пишите. Ф, английская большая. Ф. Ф. Фёдор, да? Фёдор. Да, да, правильно. Фёдор. Угу. И пишите М. Английская большая. М. Мария. 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 Да. Угу. Машенька. Записали, да? Угу. Хорошо. Это ваш промокод. Что вам нужно будет с ним сделать, Ника? Во-первых, очень прошу вас понять моё положение. Я не обязана и не должна была вам его диктовать. И вообще это наказуемо в нашей организации. Но так как я работаю давно в этой компании, ну, мне ничего не будет. Но не хотелось бы, чтобы вы распространялись об этом. Хорошо? Да, конечно. То есть вы его увидели сами в конце рекламы. Ладно. Писали быстренько самолётиком. Хорошо? Угу. Угу. Ладно. Договорились. Всё. Договорились. Спасибо вам большое за понимание. Смотрите. Спасибо. Ну, это всё же дополнительные 20 тысяч к вашему балансу. Я просто не имею права вам не предоставить их. Угу. Хорошо. Угу. Смотрите. Соответственно, сейчас вы проводите операцию на 20 тысяч рублей. Правильно? 19 500 мне, Арина, сказала. 19 500. Угу. Соответственно, вы делаете то же самое. Знаете, как это делать? Ну, зайти в историю и нажать «Повтор». Да, совершенно верно. Здесь вам снова может позвонить банк. Вы снова подтверждаете данную операцию о том, что да, вы пополняете киви. А это киви, соответственно, уже будет далее генерироваться на ваш баланс. Смотрите. По той причине, что ваш счёт открывается в долларах, будет идти конвертация. Конвертация по курсу банка – это очень большая комиссия. Для того, чтобы это было небольшой комиссией, мы делаем это через банк-посредник. Вы далее, когда будете сотрудничать с нашим аналитиком, тоже будете работать через банк-комиссию, ну, через этот банк, для того, чтобы не переплачивать проценты. В этом нет смысла, Ника. Ну, слушайте, сколько можно кормить эти банки? Ну, да, не говорите. Угу. Ну, всё. Везде берут комиссию. У меня такая ситуация была, что я просто переводила со своего счёта в одном банке на свой же счёт, тоже в этом же банке. Они с меня взяли комиссию. После этого я просто в шоке была. Я сказала, что больше не буду работать с этим банком. А знаете, как называется этот банк? Сбербанк? Нет, это Россельхоз. А, Россельхоз. Понятно. Поэтому я вам не советую работать с этим банком. У меня просто с Сбербанком тут всё время тоже ругань выходит. Постоянно эти комиссии тоже. У меня карточка была тут, ну, другого региона, я уезжала в другой город жить. Вот. И, ну, сделала в том городе себе карту. И там такие комиссии огромные, вообще. Ничего себе. Серьёзно? Да, то есть получалось с Сбербанком на Сбербанк перевезти, вот. А то, что в другом городе карты, и огромные комиссии стали брать. Вот. Ну, я просто не переезжала с другого города, поэтому я мало что знаю и разбираюсь в этом плане. Но за то, что я вот не люблю Сбербанк, лично я, это то, что не блокирует мои счета. Регулярно причём. Да, и у меня тоже такая проблема. Я вот недавно маме свои деньги перевозила на операцию. Она у меня в больнице лежит, там всё хорошо, не волнуйтесь. Ну, ей нужна была тоже финансовая помощь. И так получается, что, знаете, они блокируют мне одну транзакцию. Звонит робот, как обычно. Я подтверждаю. Всё нормально. Говорит, повторите через пять минут. Повторяю, снова блокирует. И так я сделала три раза. По итогу это ни к чему не привело. Заблокировали мне полностью банк. Я просто позвонила уже на горячую линию. Говорю, слушайте, вы офигели. Ну, извините, что я так выражаюсь, но это действительно так. Они говорят, что случилось? Я говорю, вы заблокировали мне мои счета. Они такие, да, потому что мы посчитали, что это операция мошенническая. Я говорю, а в чём вы видите мошенничество от правей деньги моей матери? Они ничего мне на это не сказали. Попросили пять минут и разблокировали мои счета. Ну, то есть, видите, да, банки сейчас очень сильно не хотят выпускать свои финансы. По той причине, что, во-первых, очень большие вкладчики раньше были в банках. И в Сфере в том числе. И сейчас они не хотят тупо выпускать деньги. Потому что они понимают, что люди ищут дополнительный заработок, что люди зарабатывают деньги. И они зарабатывают эти деньги не с банком. Поэтому они настаивают на том, чтобы вы, например, открывали депозит в банке под минимальный процент невыгодный. Но хранили обязательно деньги у них. Ну, да, да. Ну, это такое. Это то, с чем лично я сталкивалась. И вы, наверное, тоже. Угу. Да, приходилось. Приходилось? Ну, значит, вы меня понимаете в этом плане. Вы, я так понимаю, уже не сотрудничаете со Сбером? Да у меня карты есть с Сбером. Но как бы я там не храню деньги. А вы водить куда планируете? Ну, туда же, на Авангард. А, сюда же, да? Да. А, ну все, значит, проблем никаких не возникнет. Тем более, этой активацией вы закрепляете за собой документально, что именно эту карту будете использовать. Ее можно... Более лояльный банк такой, Авангард, чем Сбербанк. Да, вы его советуете? Да, мне нравится, он хороший. Да, ну ладно, тогда, может быть, я попробую. Если вы говорите, то я прислушаюсь, мне интересно даже. Попробуйте. Ну, я просто в многих банках работаю. В Почтабанке, в ЭТВ банке. У меня, наверное, миллион карт. Понятно. Хорошо. Далее, смотрите, вы сейчас, я так понимаю, проводили операцию через ваш банк, правильно? Да. Хорошо, заходите сейчас в ваш банк. Так я уже зашла, вот сейчас мне только повтор нажать. Хорошо, нажимаете повтор. Угу. Я просто не знаю, как у вас там система работает. Угу. Например, в Сбербанке там нужно полностью все заново заполнять. Нет, здесь все это есть, сейчас, вот я тут, у меня код надо с карты вписать, со скреч-карты. Хорошо, хорошо, конечно. Сейчас вот я его вписываю. Давайте, самостоятельно. 19500, да, эта же сумма остается. Это же, это же. И обязательно, Ника, обязательно сделайте скриншот этой операции. Это обязательно. Угу. Ой, какая у вас там певец или певица? Певица. Певица. Ой, какая миленькая. Сколько ей уже? Год и четыре. О, а моей уже три. Уже взросленькая у меня. Уже взрослая девочка, да, да. Ну, еще. Приходит, приходит, она у меня уже в садик начала ходить, приходит в садик и говорит, мам, говорю, что, а ты знаешь, у меня есть жених. Ух ты. Да, я просто думаю, боже мой, серьезно, уже я не готова. Я говорю, я зовут Ксюша, говорю, Ксюша, ты что, хочешь маму уже бабушкой сделать? Да. Сейчас такие детки уже, ранние. Так, вот, у меня опять такая же вот пришла смс-ка, что операция остановлена, просьба позвонить в банк. Хорошо, позвоните. У меня первый раз так же было, но они все время так присылают. Сейчас я тогда перезвоню и минуты через две вы меня наберете, да? Да, да. Говорите, что последнюю операцию, которую я проводила на 19500 на Киви счет, я подтверждаю. Пропустите ее. Хорошо? Да, хорошо. Все, давайте, через две минутки нагрелась. Пас номер недоступен был? Нет, у меня был один, ну, гудок, я стала снимать трубку и тишина. Странно, странно. Да, я тупно все у меня. Поняла, давайте, ну, короче. Связалась я с оператором, вот. Они сказали, что, в общем, так, не по... Ну, в общем, они сказали передать вам, знаете, что? Промо-код. Вот, для активации торгового счета. Икс, Игрек и краткая, и по-русски потом вам. В-А-М. Вот. Вот такой промо-код попросили передать вам. Ника, а тогда скажите, пожалуйста, зачем голову морочите? Ну, это уже второстепенный вопрос. Зачем вы потратили время мое? Ну, может быть, для этого и цель была, потратить ваше время. А, вот оно что. Да. Тогда до свидания, Ванника. И не тратьте больше время специалистов, хорошо? Прошу. А то, что вы промо-код себе такой продиктовали, спасибо себе. Хорошо? Всего доброго. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok